Что ждет нас в девятом сезоне? В сезоне Зари, который начнется уже в декабре, 10 числа. Официальный анонс новой порции контента еще только готовится. Доподлинно неизвестно, кому будет посвящен сезон, но уже объявлены множество важных нововведений и изменений в балансе. Многое понерфят, что-то даже бафнут. Думаю, что о самых громких новостях ты слышал, но если вдруг что-то упустил, в этом видео я предлагаю наверстать. Я Джонни Лейни, ты на канале Трипл Вайб, а далее все, что известно о будущем сезоне до его анонса. Итак, как я уже сказал, стартует новый сезон 10 декабря. Продлится ориентировочно 2,5-3 месяца. Чтобы получить весь предлагаемый новым сезоном контент, вам нужно будет купить его отдельно, прямо в игре, за Сильвер у Тес Эверис. Но если у вас куплено дополнение Обитель Теней в Делюкс версии, то ничего доплачивать не нужно. В статье на этой неделе в Банже от 26 ноября разработчики объявили, что 4 числа проведут стрим, на котором расскажут о новом сезоне всю вводную информацию. Выжимку с того стрима мы обязательно сделаем отдельным роликом, так что оставайтесь на связи, чтобы не пропустить самое важное. Ну и рестрим на русском, само собой, как же без этого? Тоже проведем. Так кому же будет посвящен сезон? Ну, похоже, что вполне возможен вариант продолжения концовки сезона Бессмертия, которая была настолько разочаровывающей, что только ленивый не кидал томатами в разрабов. Убийство просто Гидры, все в том же нападении Вексов за эмблему. Мда. Уж лучше бы вернули тогда старый Страйк с той же самой Гидрой Бессмертный Разум из первой части. Мы бы могли отправиться туда, убить его там или преследовать в тех старых локациях и через портал продолжить погоню в новых локациях из атаки Вексов. Можно было так начать новый экзот квест на какой-нибудь Векс мифоборец или получить имаголуб. Можно было бы, но мы получили, что получили. Так или иначе, да, убийство сотен разумов как-то повлияет на развитие вселенной и об этом нам обещают рассказать в других сезонах. Даже глядя на анонсирующую шапку к стриму, можно разглядеть текстуры, напоминающие сооружение Вексов. Что тоже намекает, что с железными друзьями мы еще увидимся. Что, опять Вексы? Как кабал, только Вексы? Где дальше развернутся наши с ними сражения? Может мы вернемся на Меркурий или будем и дальше углубляться в сеть их порталов в Черном Саду? Как знать. Пока все еще не получили точной информации о контенте, который добавят. Зато есть информация о том, какую часть контента заберут с наступлением нового сезона. Например, получение печати и звания Бессмертный будет больше невозможно. С карты Луны пропадет активность Атака Вексов. Да, все правильно, этого режима больше не будет, поскольку он сезонный, и об этом говорили разработчики еще до начала текущего сезона. Кроме этого, сезонные, точнее ритуальные пушки, о которых я рассуждал в прошлом видео, они останутся, как и экзотики появившиеся в этом сезоне, так что об этом переживать точно не стоит. А вот о сезонном артефакте Глаз Владыки Врат, который появился в вашем инвентаре в начале сезона Бессмертия, можно немного и погрустить. Артефакт пропадет из арсенала игроков в финале сезона, и ему на смену придет другой, пока что безымянный артефакт с новыми модами и свойствами. Вместе с артефактом пропадет и ваш бонус к уровню силы, так что можно уже сейчас начинать копить особо жирные баунти и контракты, кому не втерпешь прокачать на старте нового сезона свой новенький артефакт. Я заикнулся о нерфах и бафах. Наверняка о главных вы слышали. Нерфают одноглазую маску на Титана, тот самый экзотический шлем, который прирос к черепам Титанов в игре с релиза отвергнутых. А из оружия достанется пауку Отшельнику. Будет изменен особый перк, он больше не будет приравнивать урон в тело к критическим попаданиям. А еще бафнут свежий экзотический пулемет Ксенофаг. Да-да, тот самый, что мы выбили и тут же отправили в хранилище. Его урон в ПВЕ будет увеличен на 50%, а в ПВП будет увеличено количество получаемых патронов. Кроме пушек и шмоток, значительные изменения ждут солнечные подклассы на всех трех классах. Будет ощутимо переработана средняя ветка Титана Солнца Лома, верхняя ветка Клинка Зарей Варлока и нижняя ветка Стрелка Охотника. Например, будет увеличен АИМ Ассист золотого пистолета с тремя выстрелами в прицеле, а в ветке Путь Бандита добавлен взрывной нож, который прикрепляется к земле и взрывается, когда враг пробежит рядом. Кроме того, моя личная радость, в нижней ветке Ганслингер теперь сможет убивать противников в ПВП за одно попадание метательным ножом в голову. Я обожал этот подкласс в первой части за ваншотающие ножи и гранаты Трипмайны, так что хоть какой-то частичный баф меня уже радует. Титаном увеличили продолжительность суперспособности Пылающая Кувалда с 21 до 28 секунд, может хоть это сделает эту ветку чуть более популярной. А у Варлоков появится новая способность ближнего боя Небесный Огонь. Она позволяет выпустить спирали с трех взрывных сгустков солнечной энергии. Звучит как еще одна ручная супернова, только в солнечном исполнении, не так ли? Остальная инфа о классовых изменениях есть у нас в группе ВКонтакте, в удобной и понятной статье. Это я ее на канале публикую поздно, а ВКонтакте статья на русском вышла раньше, чем на официальном сайте. Некоторые даже озвучили наш материал у себя на каналах. Информации пока мало, очень скудно, знаю. Но 4 числа разработчики планируют открыть завесу тайны, рассказать нам, что же ждет нас в приключении с вексами в очередной раз. А может быть и не с вексами, пишите свои догадки. Узнаем. Приходите на рестрим, следите за новыми роликами. Для этого подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Поставьте лайк этому видео и до связи. Субтитры создавал DimaTorzok